Самая главная идея создания собственного героя это воссоздание своего образа в битве за Средиземье. Поэтому спросите себя, если бы я очутился в Средиземье и мне суждено было бы стать героем, каким бы я стал и кем бы я был? Эльфом, магом, воином или даже троллем? Эта идея так нас захватила, что мы принялись разрабатывать различные виды снаряжения, вооружения и доспехов. Вы можете изменять внешность своего героя при помощи доспехов, оружия, шлемов практически любым способом, чтобы выделить своего героя из толпы и выразить себя. Вы можете изменить свои способности, что сделает вашего персонажа уникальным в игре The Battle for Middle Earth. Мы создали очень простой в обращении, но очень эффективный интерфейс для создания героя. После выбора расы героя вам открываются широчайшие возможности по изменению внешности героя. Вы можете не только выбрать оружие и доспехи, с которыми будет воевать ваш герой, но и выбрать тип одежды и даже ее цвет. Вы можете использовать уже готовые наборы для расы вашего героя, а можете скомбинировать различные доспехи и оружие разных рас. Когда вы определите внешний вид своего героя, вы можете определить его способности и, соответственно, поведение в бою, комбинируя различные параметры – сила, жизненная энергия и здоровье. Это ключевые показатели, определяющие успех вашего героя в бою. Завершающим шагом в создании вашего героя будет выбор особых способностей, которые перешли в эту игру еще и с первой и второй части The Battle for Middle Earth, а также тех, которые были созданы специально для этой опции. Каждая раса обладает своими особенными характеристиками. К примеру, люди обладают способностью прокрадываться в тыл врага, переодевшись во вражеский доспех и обчищать вражескую сокровищницу. Для каждого типа героя мы создали обширную детализированную статистику. За каждый подвиг, к примеру, убийство Барлога, дается награда. Создав своего героя, вы можете вести схватки с врагами или же сыграть в многопользовательскую игру по сети с друзьями. А теперь присоединимся к многопользовательской игре в самом разгаре. Как видите, наши противники-гномы построили полностью улучшенную базу и обнесли ее крепкими стенами. Сейчас вы увидите, как опытный герой может эффективно помочь своим союзникам в осаде. Ваш герой, сопровождаемый двумя ордами гоблинов, тайком пробрался по реке в тыл вражеской базы. В то время как гоблины напали на башню и отвлекают внимание, ваш герой пробирается в шахту и крадет немного денег. А сейчас он скроется в деревьях от вражеских глаз. В это время мы создали огромную армию и подводим ее к базе гномов. Так как мы наделили нашего героя способностью взбираться по стенам, он сейчас проберется тайком на базу противника. Благодаря его способностям, будучи неподвижным, он невидим для противника. Но у него также есть способность маскироваться под врага. Сейчас он замаскировался под стражника гномов и теперь может беспрепятственно перемещаться по базе. Противнику будет очень трудно его засечь. В то время как основная армия атакует с фронта, он подкрадывается с тыла к королю гномов и убивает его. После убийства короля войско гномов значительно теряет боеспособность, и войскам гоблинов становится легче захватить их огромную крепость. В завершении битвы мы призываем ледяного дракона, который добивает остатки армии врага. В этом ролике мы показали вам, как искусный в тактике скрытности герой может помочь гоблинам одолеть гномов. Но это всего лишь один пример того, как при помощи созданного вами героя вы применяете излюбленную вами тактику.